Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор об очередном туре российского чемпионата. И сосредоточимся на его заключительном матче, который был вынесен на понедельник, и здесь по ИНН принимал московский ЦСКА. Армейцы добились убедительной победы, армейцы показали себя в атаке во всей красе. Ну, не обошлось без каких-то ошибок в обороне, но, тем не менее, ЦСКА вот мне прям понравился в этой встрече. Но, как бы это странно ни звучало, сейчас мне бы хотелось поговорить не столько об армейцах, сколько про пари ИНН. Потому что ЦСКА, ну ладно, у них фактически сезон закончился, они в чемпионате уже ни за что не боются, У них, к сожалению, не сложилось. В Кубке России команда хотела там себя показать, пыталась играть своим лучшим составом против смешанной обоимы «Зенита». Но в результате именно там у ЦСКА почему-то отключалась и вся креативность, и вся конструктивная работа полузащиты. И вот получилась загадочная ситуация, что команды, которые искренне хотели что-то показать в Кубке, там ничего толком не показало. А «Зенит», сосредоточенный на чемпионате, прошел дальше. Поэтому здесь, да, даже как-то обидно за ЦСКА, с другой стороны, сами виноваты. Но то есть с ними все ясно. Чемпионат для них завершен. И поэтому с них взятки гладкие, они сейчас, что называется, играют в свое удовольствие. Но что происходит с Паре ИНН? Это команда, которая на данный момент ничего себе не гарантировала на следующий сезон. Это команда, которая сейчас проиграла восьмой матч за девять последних туров. Причем, да, что иронично, последний раз, когда они не проигрывали, это была встреча со «Спартаком», где при этом «Спартак» по-хорошему тоже, в общем-то, должен был побеждать, но не сложилось с реализацией и все в этом духе. То есть здесь, Паре ИНН, это просто какая-то мертвейшая команда. И давайте попытаемся разобраться, что произошло в очередном матче и почему Нижний выглядел настолько плохо, и как здесь ЦСКА, что называется, покуражился на фоне вот этих несчастных ребят из Поволжья. Но сперва хотелось бы напомнить, что у меня есть Телеграм-канал, в котором я регулярно публикую статьи и заметки на футбольную тематику. А еще вас там ждет приятный подарок от наших друзей, как раз-таки тех, которые еще и спонсируют футбольный клуб Паре ИНН. Они вам предлагают специальный подгончик – фрибет в 2024 рубля. Как его получить, нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии, там вы попадете на мой Телеграм-канал и получите все инструкции, а дальше, в общем-то, получите тот самый подарок и можете спокойно распоряжаться им по своему усмотрению. Ну и вообще, мне кажется, самое время подписаться на мою Телегу, чтобы быть в курсе всех последних спортивных событий. Ну а сейчас давайте разберемся с ЦСКА и Паре ИНН. Давайте начнем со стартовых составов. У Паре ИНН Нигматули на воротах, в центре защиты Тихий, Глушенков и Гацук. Увы, для Паре ИНН из Глушенкова не такой хороший защитник, как нападающий из Глушенкова, который играет за локомотив. Живоглядов и Стоцкий на флангах, Калинский, Трошечкин в центре поля, в атаке Баселье, Турбу и Карапузов. Ну такой вариант, во всяком случае, многие обрисовали, поэтому по ходу встречи Паре ИНН несколько раз перестраивался, несколько раз менял формации, Карапузов появлялся на фланге, Живоглядов менял позиции. В общем, здесь Паре ИНН пытался что-то сделать, но это напоминало ту самую басню. Вы, ребят, как не садитесь, музыканты не годитесь. Что касается ЦСКА. Акинфеев на воротах, Дивеев, Роша в центре защиты, это номинальные защитники, так скажем. Сейчас вообще сложная ситуация у ЦСКА, из-за того, что Мойзес отсутствует, плюс к этому есть проблемы и с некоторыми другими футболистами обороны, поэтому здесь приходится импровизировать, что называется, и использовать универсализм своих игроков. То есть приходится использовать то, что Агапов может закрыть несколько позиций на фланге и в центре, то, что опорные хавбеки, Мендесы с Дьеллар могут смещаться в центр защиты, и все в этом духе. Ну, по крайней мере, Кельвин, понятно, справа в обороне, а вот дальше нужно было использовать универсализм игроков. Ближе к атаке, после вот этой перестроечной обороны, действует Абликов в качестве бокс-то-бокса, ну и впереди Мусаев, Файзулаев, и здесь же, рядом с ними, в качестве еще одной, третьей атакующей опции играет Давила. В общем, состав, как бы это сказать, экспериментальный, в силу вынужденных причин в том числе, и состав, который сильно отличается от того, что выходил недавно в Кубке России. То есть есть определенные перестановки, и следует отметить, что некоторые перестановки оказались удачными, например, Давилу мне прям понравился в этой встрече. Не так, как Мусаев, но тоже понравился. Ну и теперь давайте пробежимся по тому, что происходило на футбольном поле, а там, ну, по факту, к 37-й минуте все было решено. Потому что к этому моменту ЦСКА оформил три забитых мяча подряд, и здесь, я не знаю, как это описать более точно. Здесь по ИНН просто выключился из игры. И это меня разочаровало больше всего. У вас новый тренер. Это вроде как эффект новой метлы, и дополнительная мотивация, чтобы рвать задницу и себе, и сопернику, и биться до последней капли крови. Вы вроде как вылетаете. У вас вроде как полный ахтунг в плане результатов. Нужно как-то исправляться. Домашний матч, последний шанс показать себя перед своими трибунами. И вот так вот вы безвольно к 37-й минуте летите. Вы понимаете, вот Сочи жалко, что вылетели. Жалко, искренне жалко не проект Сочи, потому что к нему много вопросов. А вот именно Морено как тренера, вот этот состав и все остальное. Жалко будет и Балтику, если вылетит и так далее. Много кого будет жалко в случае вылета. Вот такой нижний, я не знаю даже, как к нему относиться, тем более на фоне того, что происходило вот здесь. И вы понимаете, как бы это сказать помягче, здесь все эти забитые мячи, они стали, ну, просто результатом полнейшей недееспособности игры по Рене. Первый гол тут вот идет на вес от Кельвина. Фейзулаев не дотянулся до снаряда, но вслед за ним дотягивается другой. То есть здесь не забил бы один, забьет другой. То есть здесь, ну, понимаете, сразу несколько открытых футболистов ЦСКА, при атаке армейского клуба в штрафной площади по Рене. Это вообще как? Это вообще про что? Это вообще каким образом? Или, я не знаю, через несколько минут Фейзулаев еще мог сам забивать, и здесь в сантиметрах от штанги прошел удар и так далее. Да, там вроде как по Рене иногда огрызался, но соотношение опасных ударов в том же самом первом тайме, ну, примерно 5-1 в пользу ЦСКА, из которых три момента ЦСКА реализовал. Дальше. Второй и третий гол. Тут, конечно, отдельно хотелось бы отметить действия Мусаева, который оказывался в нужном месте в нужное время, и против которого, ну, просто не знал, что делать коллектив из Нижнего Новгорода. Где-то Мусаев великолепно исполнит роль нападающего и забьет, где-то он великолепно подыграет партнеру и выведет с Дьеллера на ударную позицию, но каждый раз одно и то же мы видим, что футболист явно в ударе футболист. Просто ведет команду за собой, а его толком не закрывают. Он продавливает соперников, он умело действует корпусом, у него не могут отнять мяч, и он просто выглядит не как Мусаев, а как Мусалду какой-то, то есть Мусаев в перемешку с Роналду, который вышел против любителей, и здесь их деклассируют. Не знаю. В общем, смотрелось это все, конечно, ужасно, и по факту после первого тайма все было ясно. Появилась, конечно, надежда сразу после перерыва, когда Стоцкий забил. Тут, как мне кажется, просто царя скажет, что называется, не смог вовремя акклиматизироваться на футбольном поле. Гол из раздевалки. Классический пример, когда психология сыграла ключевую роль. Плюс к этому, ну, видимо, Ильич здесь попытался довести до своих подопечных, какие-то, я не знаю, правильные идеи, какие-то правильные мысли, что нужно в себя прийти, парни, и нужно попытаться устроить камбэк. Как, видимо, все-таки что-то здесь проснулось. В футболистах по ИНН, плюс еще и свежие игроки вышли, и они здесь на эмоциях забивают мяч. 3-1, появляется робкая надежда на камбэк. Ну и знаете, вот что характерно? Уже через несколько минут ССК снова делает счет разгромным. Причем здесь понятная ситуация, по ИНН бежит в атаку, ССК только это и нужно. Федотов кайфует от таких матчей, где может играть на встречных курсах и ловить соперника на контр-выпадах. И вот, пожалуйста, Фуизулаев сдавил, и здесь оформляют четвертый забитый мяч своей команды. Поэтому здесь, ну, не знаю, как бы это сказать. Каждый раз, когда по ИНН забивал и сокращал отставание в счете, тут же ССК, ну, так скажем, ставил их на место. То есть Баселье забил второй мяч по ИНН, уже ближе к концовке встречи. Ну ничего, там заболотный, потом закрутит еще один галешник в сетку ворот по ИНН. То есть здесь, понимаете, ССК не привязанный к результату, потому что результат был вообще не важен для армейского клуба, просто играл в свое удовольствие. И как только по ИНН хоть как-то приближался к тому, чтобы попытаться сделать камбэк, ССК просто включал пятую передачу и забивал очередной гол. И понимаете, это тоже ведь показательно, что ССК играл с откровенным запасом. И это тот самый ССК, который во второй половине сезона находится в функциональной яме, которому очень тяжело, который во вторых таймах регулярно плывет и зачастую теряет победные результаты. На что, возможно, и рассчитывал по ИНН, когда сократил отставание в счете, когда счет был 3-1, и когда впереди был целый тайм. Что сейчас, возможно, ССК тоже поплывет, и мы вот на физике попробуем их переиграть, может быть, даже. У ССК такое бывает. Но не вышло, потому что у по ИНН, кроме каких-то отдельно взятых удачных эпизодов, в целом игры не шло. Не шло, поэтому здесь, как бы вам это сказать, по ИНН просто выглядел отсутствующим коллективом. Как только у ССК случался облом в обороне, связанный с тем, что там половина ведущих исполнителей нет, ну вот, пожалуйста, что-то возникает. Пользуйтесь ошибками соперника, но это воспользоваться подарочками соперника, а в остальном, в остальном у вас вообще ни черта не идет. Отдельно хотелось бы, конечно, отметить Абазбек Фрезулаева, который поучаствовал в большей части голевых атак. Да, не везде он поучаствовал, даже непосредственно касаясь снаряда, но получается и в первой атаке смутил соперника, наверное, тем, что сам мог дотянуться до мяча и дальше дотянулся Обликов. В эпизоде с пятым забитым мячом пропустил мяч на Заболотного. То есть фактически поучаствовал в большей части опасных атак. Ну, приятно, что я могу сказать, потому что появились сомнения у некоторых болельщиков в Абазбеке. Дескать, слишком много сил он потратил, слишком много было тяжелых матчей за сборную, за молодежную сборную на Молодежном Кубке Азии. И сейчас, наверное, он не в лучшей форме. Нет, в отличной форме. С другой стороны, нынешний Париенен, мне кажется, это тот коллектив, на фоне которого практически любой игрок покажется великолепным гением и будет рвать и метать. В общем, Мусаев, Фризулаев и остальные показали себя как следует, но, опять же, это матч с Париенен. Посмотрим, что будет в заключительном туре у ЦСКА. Там соперник будет посильнее, прямо скажем, потому что я даже не знаю, кто сейчас слабее нынешнего Париенен. В последнем туре будет Урал, который на выезде против ЦСКА будет работать от обороны и упрется. Еще и матч с бывшим тренером ЦСКА Гончаренко. Вот там будет заруба, вот там посмотрим на какие-то итоги армейцев в плане качества игры. А Париенен это просто как боксера выйти против Груши и отдубасить Грушу. Ну, парочку раз Груша в ответ раскачиваясь ударила боксера. Вот, собственно, и все. Весь матч, по сути.